Слушай, чудеса какие-то вообще здесь летом, можно что творить. Столько суеты, а клиент сидит и получает только результат с этого. Ну давай, я думаю, что мы посмотрим сегодня три, и на самом деле один из них будет ключевым. Сложного ничего не вижу. Интересно, что он выберет. Как вы считаете? Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Стас Недвижко. С вами снова я, Станислав Решко, основатель компании Lobster Group. Этот выпуск мы посвящаем реальному кейсу, который на сегодняшний момент находится в компании, где человек, находясь не на территории России, делает приобретение стоимостью 200 миллионов рублей. Наша задача создать для него условия, чтобы вне зависимости от того, что он не видит конкретного объекта, мог принять рациональное решение. Эмоциональное решение мы все прекрасно знаем, что люди умеют принимать достаточно быстро, здраво, особо ни о чем не думая. Но обычно за эмоциональным решением совершается большое количество ошибок, потому что люди очень многих факторов не учитывают, исходя из этого торопятся, а те, кто с ними работают, быстренько пробуют их закрыть, и в конечном итоге человек остается один на один со своими проблемами, не дай бог. 2020 год стал очень знаковым для меня по показателям, я уже успел подвести итоги. Размер выручки вырос, размер конверсии вырос, количество лояльных целевых клиентов выросло, каждый второй клиент моей компании является целевым, и я задумался о том, как в условиях пандемии создать максимально прозрачные условия для того, чтобы человек мог принимать рациональное решение о покупке. Я могу с уверенностью заявить, что мне это удалось сделать. В этом выпуске мы покажем, как мы работаем с этим запросом, мы покажем пусть нереального клиента, потому что, к сожалению, показать его нельзя, но покажем реальный запрос, с которым мы на сегодняшний момент работаем. И самое главное, попробуем выбрать ему в этом выпуске объект недвижимости, аргументировать его, проанализировать его и дать все необходимые доводы, чтобы человек принял решение. Держите за нас кулачки, я надеюсь, что у нас все сложится, вам желаю приятного просмотра и спасибо, что вы с нами. Поехали! Идеология какая-то читается, но что же все-таки создает Станислав? Для меня так важно создать не просто рабочую бизнес-модель, культура, которая будет читаться моим клиентам, культура, которая будет читаться моим сотрудникам, превосходить первичные ожидания всех, кто касается моей компании. Что они способны сделать для меня? Я же не в России. Так важно оптимизировать взаимоотношения и весь процесс с клиентом, чтобы даже если он находился где-нибудь на краю света, и у него стояла та или иная задача, связанная с недвижимостью, он мог ее решить, положившись на ту или иную компанию. Как они смогут меня убедить и как я смогу принять безошибочное решение? На этот вопрос нам может ответить сам клиент. Нужно лишь провести с ним большое исследование, интервью, ведь в потребностях и задачах клиента есть уже ответы на вопросы, как должен выглядеть бизнес-процесс. Безусловно, это аналитика, безусловно, это последовательность действий, четко описанная. Безусловно, выбор объекта, просмотр объекта, оценка всех возможных рисков и обсуждение их, не дожидаясь момента, пока клиент задаст об этом вопрос. Что мне мешает найти самому и обратиться напрямую? Эта самодеятельность ни к чему хорошему не приводит. Да, безусловно, клиент в силах выбрать сам объект, потратить время, принять решение эмоциональное, но у него у них нету достаточного количества времени и компетенции для того, чтобы проводить настолько глубинный анализ, который делаем мы. Ему будут продавать конкретный объект, они будут предлагать изобилие, а если это агентство недвижимости, оно предложит ему тот объект, где ему больше всего платят. Да, нет у меня времени и желания смотреть эти тысячи предложений в интернете. Судя по моим наблюдениям, все работают как попало. Не то, что система, которую построил я за свои 20 лет. Ну хорошо, что мешает попробовать и пообщаться с ними? Иван, доброго дня. Меня зовут Ирина, компания Lobster Group. Вы оставили заявку на нашем сайте. Можете вкратце рассказать, какая задача перед вами стоит? Совсем недавно я уехал из России, я всю жизнь занимался бизнесом. Но у меня есть две принцессы с дочкой. Одной 22 года, другой 17. И они хотят остаться в России. Ну и, конечно же, как отец я хочу побеспокоить своих будущих. И купить им недвижимость, чтобы они жили свободно, счастливо, создавали семью, родили детей, чтобы у них был действительно хороший актив. Я думаю, что это должно быть западное направление, Москвы. Какие задачи должен для них, в том числе, закрывать этот комплекс? Инфраструктура, окружение, да? Как вы это видите для них? Развитая инфраструктура, там, где, конечно же, есть все необходимое для того, чтобы отдыхать в честь. А он, конечно же, безопасный. То есть это какая-то возможность закрыть территорию, охраняемая территория, обязательно парковка, да. Хорошо. Если говорить про важные критерии, такие как сохранение капитала, насколько для нас это важно? Ведь сейчас девочки молодые, условно, через 5 лет ситуация может поменяться. Насколько мы должны учесть этот факт? Да, я вижу, что это не просто жилье, которое они купят и поживут, и уедут. Это должно быть действительно некий актив. Ну и, судя по всему, он должен сохранять все-таки свою ликвидность из года в год. Хочется, чтобы уже сейчас те деньги, которые у меня есть в наличии, работали. Ну, если у вас в течение месяца что-то получится, может быть, даже ближайшего. Да, мы в дальнейшем в любом случае создадим группу, потому что проектом у нас занимается несколько человек в команде, как правило, 3, да, то есть есть руководитель проекта, есть саппорт-менеджер, который осуществляет техническую поддержку и всегда на связи, да, если нужно что-то оперативное решить, есть руководитель, который курирует, в принципе, все. Площадь, я услышала, должна быть до 150 метров, то есть, я так понимаю, у нас две разные квартиры в одном комплексе. Да, именно так, да. Ну, и по стоимости, чтобы я мог на каждую недвижимость вложить, ну, порядка 100-150 миллионов. Да, у нас будет предварительная аналитика, это первый этап, с которым мы начнем, то есть она позволит нам вообще посмотреть, какой пул объектов попадает в наш обзор, что из них мы можем сразу убрать, да, и на чем мы все-таки фокусируемся, на там, какого класса проектах. Давайте, наверное, мы помимо аналитики все-таки составим еще стратегию, вот касаемо правильного распределения этого бюджета и добавим туда, как пример, несколько активов, которые вот покажут нам просто цифры, да, пассивного дохода. Возвращаясь к началу диалога, я так понимаю, что у вас нет возможности приехать в Москву и смотреть эти проекты, и тут вы сугубо доверяетесь нам. Правильно ли я вас услышала? Да, все верно, да, сейчас, и опять же, вот ситуация с пандемией очень такая. Тогда я предлагаю это сделать в формате онлайн-показов, то есть после того, как мы с вами все-таки согласуем, проанализируем там первый срез рынка, выберем из них ключевые объекты, мы просто самостоятельно, наверное, доедем до них, да, и покажем вам их в онлайн-формате. А вот по поводу видов, смотрите, у нас будут комплексы, которые будут располагать высокими этажами, тогда у нас будет открываться хорошая панорама, да, на город, но в том числе у нас будут и невысотные дома, то есть условно там 5-9 этажей, но, например, с видом на какой-то зеленый массив, хорошо? Да, да, в принципе. Следующим этапом у нас будет предварительная аналитика, она займет где-то 1-2 дня, после чего мы уже свяжемся с вами для ее согласования и, собственно, в ней как раз наметим курс на те объекты, которые нам действительно подходят. Все, спасибо. Все, счастливо, доброго дня. Ну что, я вижу целевого клиента, все сработано как-никак нужно, и YouTube правильно сработал, и, как всегда, целевой клиент, наш клиент, слышащий клиент с нами. Теперь вопрос, сказать о том, что сложный запрос, я думаю, что нет. У тебя вообще какие мысли? Вот если говорить про там условно первый такой обзор, второй обзор, да, у меня внутренний вот того, что я там ощущала как бы в проекте, что подойдет, пока что у меня в лидерах там не больше трех проектов, но при этом они все очень разные. Подходит, я думаю, на сегодняшний день под его запросы около там восьми, да, но есть некоторые нюансы, которые я думаю, что он сразу отметет. Ну, на самом деле, в каждом из этих проектов, касаемо инфраструктуры, у меня на самом деле вопросов нет. Сказать о том, что жители пользуются часто инфраструктурой дома, скорее всего, нет. Это только те, кто живет постоянно дома. Люди, которые передвигаются, они находят инфраструктуру вне территории дома, поэтому я не думаю, что стоит привязываться к захламленности внутренней территории, да. Благо, хороших проектов на рынке достаточно. К сожалению, не каждый из этих проектов можно и нужно покупать. И благо, что он самодеятельностью не занялся, потому что в случае, если бы он пробовал сейчас дистанционно это сделать сам, скорее всего, это могло бы принести рад разочарований в будущем, потому что вряд ли бы там он смог бы копнуть и взглянуть так глубоко, насколько смотрим мы на каждое из объектов в отдельности и районах. Очередной раз удалось вызвать этот эффект вау, да, впечатление, где человек действительно ожидал не того, что получил, а получил действительно больше даже от первого диалога. Судя по предварительной аналитике, он вообще, как бы, мягко говоря, обалдел, да. Сейчас наша задача отсмотреть их в рамках всех критериев, зафиксировать все эти критерии, сделать сравнительную таблицу, четкую, с аргументацией того, что те факты, о которых мы заявляем, они действительно там присутствуют. В общем, поехали, давай посмотрим, и дальше видно будет. Я настроен на сделку, я чувствую, что Иван настроен. Ну давай, я думаю, что мы посмотрим сегодня три, и на самом деле один из них будет ключевой. Я очень люблю этот проект. Называется он «Садовые кварталы», находится он в Хамовниках на участке земли, 11 гектар. Здесь много разных корпусов, они видоизменяются друг от друга, один из кирпичика, другой непонятной формы из стекла. Мы сейчас не сможем показать, к сожалению, объект, который будем смотреть, потому что нам его запретили показывать, но тем не менее мы его посмотрим, он у нас был в предварительной аналитике. Данный лобби двухуровневый, все в стиле лофт. И что самое интересное, из подъезда фактически, мы сейчас перейдем на мостик, который ведет во внутренний двор. У каждого корпуса фактически, вернее, несколько внутренних дворов, несколько кварталов, так называемых. И что важно, да, у нас здесь квартира 138 метров квадратных за 100 миллионов 739 тысяч с премиальной отделкой. Функционалы с большой кухней и гостиной, двух отдельных спален, ну и, конечно, зон хранения, санузлов раздельных. Ну все, что, собственно говоря, хотел Иван. Да, 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 все, что есть с современными планировками. Слушай, но это идеальное место для жизни, на самом деле, с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения своей территории. И молодого дизайна современного. Современного дизайна, да, и хамовники, и вот, пожалуйста, тебе Усачевский рынок просто вот два шага пройти. Здесь клинкерный кирпич такой, здесь более современные, с каким-то интересным. Камень-стекло это, да. Камень-стекло. Хотя нет, это, наверное, даже металл. При этом есть малоквартирные корпуса. Но это хорошее, это можно назвать неким эталом для жизни в городе, где спокойно, тихо, своя инфраструктура, безопасно, точно. Внутри есть внутренний ритейл, помимо внешнего, да, который с улицы, где есть садики, салоны красоты, фитнес. Столько суеты, а клиент сидит и спокойненько попивает чай, кофе, получая только результат с этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво. То есть они в два уровня, 150 метров там, в два уровня, и 195 ты говорил. слушай чудеса какие-то вообще здесь летом может что творить и вот он пожалуйста мгу нужно 195 метров при цене 449 тысяч за квадрат мы получаем 87 555 то есть мы попадаем в бюджет плюс там мы можем поторговаться соответственно мы здесь в целом превышаем норму по по количеству метров вписываемся бюджет иван добрый вечер ирина но вы уже видели видео которое мы отправили но смотрите во первых они кардинально разные наверное вот это мы и хотели показать да что существует абсолютно разные формат жизни потому что в первом случае это такой динамичный молодежный большой комплекс то во втором случае втором проекте это просто невероятные виды вот вы видели на видео ну то есть я все-таки предлагаю не торопиться мы сейчас посмотрим еще один проект я вам его подрезюмирую еще одним видео в переписке но это такой премиальный очень интересный проект и он действительно уникальный с позиции концепции то есть наверное он такой один на сегодняшний день москве но как вы уже знаете мы поговорили с иваном все-таки настояли на том чтобы показать третий вариант потому что этот комплекс потрясные камерные премиальные очень уникальный очень уникальный красивый и место расположения у него классные в общем несмотря на то что все объекты разные в частности там если мы сейчас смотрели жилой комплекс небо там 450 тысяч рублей за квадрат здесь квадратный метр 950 до в два раза выше но это разные проекты совершенно разные проект наша задумка да и в целом наша задумка в работе с клиентами выстроена таким образом чтобы мы могли показать 2-3 варианта 2-3 вида образа жизни для того чтобы ему было проще принимать рациональное решение что ему ближе в общем пойдемте посмотрим здесь идет речь о том что сам лот мы не покажем потому что он находится в стадии строительства первую очередь полностью продано здесь нет ничего подходящего нам 10 классный шоу-рум который полностью покажет в готовом виде как будет себя чувствовать человек проживающий в данной площади иван еще раз добрый вечер насыщенный день такой у нас хотела коротко подрезюмировать то есть если говорить про первый проект садовые кварталы да то это такой прям молодежный большой многофункциональный я бы даже сказала комплекс жилой в хамовниках до в одном из самых престижных районов москвы если говорить про второй проект то вот там наверное уникальность его несмотря на то что это бизнес класс они премиум но это небоскреб и мы рассматривали пентхаус на 51 этаже просто с потрясающими видами даже на мгу и невероятными просто закатами как раз такое наверное супер место для ваших дочек которые занимаются творчеством и третий комплекс это самый премиальный объект из всех что мы смотрели сегодня он тоже безусловно подходит творческим лицам потому что он находится на территории мосфильма с вкусным названием вишневый сад вот но здесь тоже важно учесть что каждый из них видите обладает такой определенной уникальностью концепцией поэтому я предлагаю сделать следующим образом я вам все это сгруппирую в сравнительную таблицу и пропишу вам наше видение касаемо стоимости и формата приобретения и после этого тогда мы на видим с вами уже звонок для выбора мы сейчас выбрали согласовали offer offer этот согласовали с застройщиком дальше мы получили форму бронирования и форму основного договора для того чтобы иванова мог согласовать вот мы согласовываем подписываем договор бронирования дистанционно также согласовываем форму договора по купли-продажи который подписывает иван приезжает сюда или наоборот наоборот подписывается здесь уезжает к ивану иван на основании этого подписанного договора делать перевод на сложно ничего не вижу осталось только помочь спокойно ивану принять решение чтобы ни в чем не сомневался интересно что интересно что он выберет как вы считаете